Самые убитые дороги Иваново. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют асфальт по всей стране. Во вторник в их маршруте Иваново. Всего на региональной карте убитых дорог отмечено 275 объектов. И в первую очередь специалисты отправились посмотреть те участки, которые в топе антирейтинга. К инспекции присоединились сотрудники управления благоустройства местной мэрии. Результат нашего рейда это больше популяризация ресурса, чтобы граждане подключались к проекту. Потому что мы не можем проехать все улицы. Карту наполняют жители. И поэтому жители формируют этот народный рейтинг. А дальше мы уже проконтролируем, чтобы вот этот рейтинг был донесен до власти и власть отреагировала на это. Первый объект улица Калинина. Ремонт дороги на этом участке был проведен недавно. Еще не истек гарантийный срок. А качество уже оставляет желать лучшего. Здесь мы увидели колейность на пришелом приходе. Она имеется также на пороте и имеется разрушение верхнего слоя. Эффекты недопустимы на гарантийных участках. Потому что эти эффекты должны будут устраняться за счет подрядных организаций, а не за наши с вами налоги. В новеньком асфальте уже есть не только клеи. Образовались ямы и опасные провалы у кромок люков. Специалисты остались недовольны. По предварительной оценке нарушения довольно серьезные. Сейчас новым государственным стандартом определенная глубина колейности допустима. Нет, это недопустимо. Допустимо на улицах, которые... Там устанавливается... Устанавливается... Не ПДМ. Устанавливается. Сейчас новый государственный стандарт. 505.97.93. Он не применяется с 1 сентября 2016 года. Сейчас новая линейка ГОСТов вышла. Они начинаются на тройку. Если погледить, то в зависимости от класса дороги, от категории, которая принимается там с функционной, допускается и колейность. А в зимний период допускается также снежный накат на проезжей части. Да, но, к сожалению, вы технический регламент от 1 сентября неправильно прочли. Прописано, что он отменяется. Нет, не применяется. Нет, не применяется. На дорогах муниципальных образований он остался, а на дорогах не муниципальных образований, а региональных, он как раз отменился. На городах он остался. Вам может это подойти любой сотрудник госавтоинспекции. Виной всему ненадлежащее качество работ. Ремонт из-за нехватки средств здесь был проведен буквально косметически. Сделан только верхний слой асфальта. Теперь его придется восстанавливать. Благо, по гарантии. Сейчас после получения информации об устранении будут дополнительные выезды. Мы определим по качеству выполненных работ. Однозначно, такие работы будут повторно составлены на устранение недостатков именно при ремонте гарантийным. Когда будут устранены? Будут ямы и разрешения? Срок устранения у нас до 1 мая в рамках гарантийных обязательств. После чего будут повторно совершены выезды, наши специалисты, совместные по данным организациям. Второй объект улица Новая. Транспортная проходимость. Дороги довольно большая. А последний капитальный ремонт здесь был в 2012 году. После только ямочный. Глубину выбоин проверяли специальным народным инструментом – колобашкой. Это инструмент Народного фронта, размер ее 5,15 на 60, на котором описано «Я плачу налоги, где дороги». Вот если эта колобашка проваливается в яму, значит, эту яму необходимо сделать. Вот из доски 5-метрового можно таких 5 штук сделать и перемерить все дороги города Иваново. В итоге ям, не соответствующих ГОСТу, на улице Новой насчитали непомерно много. Теперь все нарушения грядущей работы активисты ОНФ обсудят с представителями власти и потребуют у чиновников определиться со сроками ремонта. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.